В 82 тысячи раз воспользовались в Москве в минувшем году городскими зарядными станциями для электромобилей. Таковы данные столичного департамента транспорта, где отмечают, что показатели предыдущего, 21-го года, превышены в 15 раз. Тверская же область пока в развитии инфраструктуры для электрокаров очень сильно отстает. Электротранспорт во всем мире развивается довольно быстрыми темпами, равно как и инфраструктура для него. Например, в Евросоюзе уже более 330 тысяч станций для подзарядки таких автомобилей. Россия здесь серьезно отстает. По данным ресурса 2ChargedNet, в нашей стране насчитывается более 4300 точек заряда. Это напрямую сдерживает развитие рынка электрокаров, учитывая, что в городах большинство населения живет в многоквартирных домах. Нет возможности у людей, которые живут, например, в многоэтажках, содержать электромобиль. Заправлять? Заправлять его, да, например, на ночь, там нет ни зарядных станций, ничего не будет. Это не очень удобно, и не все на него перейдут, и не так быстро. Наш регион тому красноречивый пример. Судя по карте, размещенной на одном из ресурсов, в столице Верхней Волжи есть лишь одна станция для подзарядки. В бизнес-центре Тверь на Смоленском, 29. Еще несколько таких объектов находятся в окрестностях города. Что-то по области. Но на этом и все. Между тем, электромобиль уже давно из предмета роскоши превратился в средство передвижения. Подержанное авто такого типа можно приобрести за 500-600 тысяч рублей. И все это не говоря об экономии на топливе. В летний период тысячи километров я проехал, мне обошлось это в тысячу рублей на топливо. А если бы ездили на бензину? А если бы ездил на бензину, ну тут смотря какой расход, ну у машин, как правило, не меньше 10 литров. И сейчас считайте, что дизель, что бензин все равно очень сильно проигрывают. Кто должен развивать сеть зарядных станций, непонятно. В городадминистрации нам пояснили, что они точно не занимаются данным вопросом. Очевидно, вся надежда на частный бизнес. Правда, в муниципалитет нельзя сказать, что совсем ничего не делает. Например, размещение электромобилей на платных парковках в центре города не стоит ни копейки. Надо только зарегистрироваться в МУП «Зеленстрой», в чьем виде не находится данный вопрос. Неплохой шаг со стороны городадминистрации. То ли из-за заботы о владельцах электрокаров, а то ли потому, что бюджет Твери особо ничего не потеряет. Потому как таких машин в городе пока всего около полусотни.